Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Новый митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф провел первую литургию. Бордюры не сделали, разметку не обновили. Дороги к ульяновским школам проверили общественники. Хватит ли врачей? В поликлинике номер 4 кадровый голод, а в ее подшифровом центре пополнение. Российское движение захватило 206 школ в Ульяновской области. Новый митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф приступил к своим обязанностям. Первым делом владыка познакомился с журналистами, ответив на интересующие вопросы. Вечером же совершил всеночное бдение, где участвовали представители духовенства, власти и общественности. В здании епархиального управления, расположенного на территории Спасово-Снесенского кафедрального собора, митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Стоит ли касаться моей биографии, не знаю, потому что сегодня на просторах интернета можно узнать все. Ну, просто скажу, что мне пришлось в сане священника 20 лет служить и уже более 20 лет в сане архиереи. Так, в миру Балабанова Дмитрий Анатольевич родился 31 января 1954 года в подмосковном городе Кашира. В 1975 году молодой человек поступил в Московскую духовную семинарию, а в 1978 году был принят в Московскую духовную академию. Через год в Москве митрополитом-ювеналием Дмитрий Балабанов был пострижен в монашество и принял имя Иосиф в честь праведного праотца Иосифа Прекрасного. Решением Священного Синода 30 августа 2019 года архиерей Иосиф был назначен главой Симбирской митрополии. Наверное, как и в любой епархии, предстоит решать ряд вопросов и проблем. Это обычная жизнь, не только церковная. Везде и всюду приходится решать различные вопросы и проблемы. Есть они, конечно, наверняка и здесь. По словам Владыки, своей главной миссией на территории Симбирской земли он считает развитие духовного начала в населении, мирное сосуществование с разными конфессиями, взаимодействие со всеми политическими партиями, а также возрождение заброшенных храмов и церквей. С этими задачами, как показывает практика, бывший глава Курганской митрополии успешно справлялся на подведомственной ему территории, начиная с 2015 года. Нельзя что-то бросать начатое. Его нужно завершать. Какие-то, вероятно, возникнут новые проекты. Эта жизнь, она предлагает что-то новое. И, наверное, мы будем все эти возможности рассматривать и по мере этих возможностей что-то здесь делать. Митрополит Симбирский-Новоспасский рассказал журналистам, что своим главным святым покровителем считает Сергия Радонежского, который также является защитником и Симбирской земли. А еще у владыки есть одна очень старинная и намоленная икона, с которой он никогда не расстается. Я с собой везде, куда меня Господь посылает, вожу святыню, которая, можно сказать, общецерковного уровня. Это чудотворный югский образ по святой владычице нашей Богородицы. Икона явилась в 1615 году в Псково-Печерском монастыре преподобному Дорофею Схимнику. В конце встречи глава Симбирской митрополии отметил, что хотя и находится в Ульяновске лишь пару дней, ему уже очень нравятся местные красоты природы и открытость людей. После встречи с журналистами владыка возглавил свое первое богослужение на Симбирской земле. На литургию собрались сотни православных ульяновцев, представителей духовенства, казачества и власти. По окончании митрополит обратился к прихожанам с архипастерским словом. В новом учебном году в Ульяновской области реализуются проекты российского движения школьников, которые входят в платформу «Россия – страна возможностей». Региональное отделение движения действует в регионе с 2016 года. Это одна из самых массовых современных детских организаций. Проект является проводником в исполнении нового майского указа президента по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. Раньше их можно было смело назвать октябрятами, пионерами и комсомольцами. А сегодня это участники российского движения школьников. Проект для учащихся со вторых по 11 классов последние два года входит в платформу «Россия – страна возможностей». Это автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас движение в Ульяновской области объединяет учащихся из 206 школ. Региональное отделение этой организации у нас действует с 1 сентября 2016 года. Здесь работа ведется по четырем направлениям. Это информационно-медийная деятельность, это военно-патриотическое воспитание, это саморазвитие обучающихся и гражданская активность. Российское движение школьников дает равные возможности каждому мальчику или девочке, юноше или девушке проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, а также воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. И все это во время обучения в школе. Одними из первых к деятельности организации подключились учащиеся 44-й гимназии в Ульяновске. Российское движение школьников функционирует в учебном учреждении на базе школьного государства Города Рика. На мой взгляд, дети вовлечены в единую систему по всей стране. И у нас дни единых действий есть, есть конкурсы всероссийские. У детей как раз уже мотивация попасть не только в школе, выйти не только в городе, в регионе. В гимназии, как и в других школах, российское движение работает по четырем основным направлениям. Информационно-медийную деятельность школьники, к примеру, осуществляют за счет выпуска собственной газеты, введения школьного сайта и соцсетей. Это наши ежемесячные выпуски, в которых мы описываем события и мероприятия нашей школьной жизни. То есть это и какие-то общие праздники, например, День знаний, либо это наши какие-то внутрешкольные мероприятия. В любом случае школьнику нужно увидеть яркость, и нужно ярко преподнести, ярко подать любое мероприятие. Российское движение школьников тесно взаимодействует с другими организациями ЮНАРМИЯ, Казачество, Волонтеры Победы. Кроме того, проект дает школьникам возможность участвовать во всероссийских конкурсах и беспрепятственно выходить на международные площадки. Для меня это вообще просто огромнейшие возможности, потому что при участии в различных конкурсах именно Российского движения школьников появляется возможность побывать в лагерях. Я была в Орленке, были на зимнем фестивале в Москве, на различных других съездах Российского движения школьников. Десятиклассник Матвей Шулин юнормеец. К военно-патриотическому общественному движению парень подключился два года назад. Этим летом, благодаря Российскому движению школьников, Матвей смог исполнить мечту – получить заветный Васильковый берет президентского полка. Получил я его во Всероссийском детском центре «Орленок». Я сдал определенные нормативы, курс молодого бойца и офицеры «Вымпела» выдали мне вот этот берет и удостоверение. Юнармия в первую очередь закаляет себя как бойца и сейчас за юнармию дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Только за прошедший год школьники Ульяновской области, вовлеченные в движение, приняли участие в 34 всероссийских конкурсах и в 64 масштабных акциях страны. Рината Леулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске завершился купальный летний сезон. Спасатели подводят итоги работы. По информации сотрудников Управления гражданской защиты, спасатели этим летом работали на Центральном Волжском пляже, Свияжском пляже, котловании рядом с поселком Борьба и прибрежном участке в парке 40-летия ВЛКСМ. За сезон удалось вытащить из воды шестерых людей. Погибло 4 человека, двое из которых – иностранные студенты. Основными причинами гибели остаются купания в несанкционированных местах и в состоянии алкогольного опьянения. С 13 по 17 сентября в Ульяновске будет проходить первый международный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. А это значит, что все спортобъекты должны быть готовы к приему иностранных визитеров. Наша съемочная группа посетила две известных спортивных школы. Где готовят будущих чемпионов и в каком состоянии учебные заведения за Волжье, расскажет Виктория Черкова. В конце недели в нашем городе состоится масштабное спортивное событие – международный фестиваль ТАФИСА. Центральные стадионы и арены уже готовы к приему иностранных гостей. А как обстоят дела на спортобъектах? Наша съемочная группа посетила бассейн «Юность» в Заволжском районе. Комплекс, расположенный на улице 40 лет победы, оказался востребованному подрастающего поколения. Ремонт сделан недавно. Группа набрана под завязку. Пора готовить новых чемпионов. В этом году мы сформировали пять групп спортивно-оздоровительных в начальной подготовке. Около ста новых детишек в возрасте 7-8 лет приступят к занятию плаванием в этом году. Главное достояние этого комплекса – талантливые тренеры. Родители довольны качеством образования. У меня здесь занимается старшая дочка. И в этом году отдаю сюда и младшего ребенка. Секция очень нравится. Хочу сказать, что результат у детей очень быстро появляется. Очень сильный тренерский состав. То есть ребенок через месяц уже начинает плавать. Рядом с «Юностью» расположен стадион «Старт». Он прикреплен к одноименной спортшколе. Учреждение благополучное, однако есть к чему стремиться. Ну, конечно, хотелось бы еще искусственных полей. Чем больше полей, тем можно спокойно заниматься. Опять на стадионе «Старт» 600 с лишним воспитанников. И где они должны заниматься, представляете, мы все выйдем на тренировку. Ребятам очень нравится заниматься на стадионе. У некоторых из них даже есть огромные планы на футбольное будущее. Я хочу быть как Роналду. Я болею за команду «Реала Мадрид». В спортивных школах уже создаются будущие олимпийцы и легенды футбола. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ. В Центре охраны здоровья женщин появляются новые специалисты. В этом году ситуация с нехваткой кадров начала улучшаться. А в плеклинке номер 4 пока что не все так радужно. Срочно требуются врачи узких специальностей. Не услуги, а помощь. В гармоничном обществе и государстве медработников должны ценить и обеспечивать им достойные условия труда. Чтобы молодежь не боялась поступать на службу в медучреждении в Ульяновской области, молодых докторов поддерживает государство. Сегодня наша съемочная группа познакомилась с начинающим гинекологом Альфией Ракиповой. После окончания ординатуры она начала свой профессиональный путь в Центре охраны женского здоровья на базе 4-й поликлиники. По словам Альфии, в учреждении отличное оборудование и сплоченный коллектив. В нашем центре очень дружелюбный коллектив, который всегда приходит на помощь, который всегда выручает, так скажем, подсказывает, помогает, обучает. Чему я безмерно благодарна каждому из наших докторов. Альфия признала, что больше всего она ценит доверие пациентов. Сначала, конечно, они заходят и говорят, о, у нас новый доктор на участке, да, когда же вы к нам пришли, как хорошо, что вы пришли. А далее при осмотре, опросе и разговоре с пациентом, как-то получается входить пока в доверие, получается с ними налаживать контакт. Центр открылся в сентябре 2017 года. С первых дней учреждение оказалось востребовано у горожан. Введение беременности, плановые осмотры и консультации местных специалистов посещают женщины из разных районов города. По словам главврача, в этом году выросло не только количество пациентов, но и врачей. Только в этом году у нас пришло 9 молодых специалистов. Из них 7 врачей и 2 средних медицинских работника. В медицинском центре кадровые вопросы налаживаются, но от самой 4-й поликлиники есть много незакрытых вакансий. Не хватает, конечно, врачей узких специальностей. Офтальмолога, невролога, кардиолога. Вот таких вот специалистов у нас не хватает. Напомним, в нацпроект здравоохранения входит мера материальной поддержки для молодых специалистов. Это прибавки к зарплате, подъемные выплаты и даже помощь в жилищных вопросах. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Активисты Общероссийского народного фронта в Ульяновской области присоединились к всероссийской акции «Дорога в школу». Сегодня они совместно с представителями ГИБДД, депутатами и специалистами из администрации осмотрели дороги, по которым школьники идут к заволжским школам. Несмотря на то, что учебный год уже начался и администрация успешно отчиталась в том, что ульяновские школьники могут безопаснее идти в школы, визуальное наблюдение шокирует. Подробнее в нашем сюжете. Акция проводится в соответствии с указом президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития. Цель указа, как и акции – свести детскую смертность в результате ДТП к нулю. Осмотр показал, что в Ульяновске с этим не совсем благополучно. Сегодня мы находимся на территории нашего округа номер 5, конкретно Ленинградская, улица Ленинградская, 24, это 83-я школа. А перед школой как раз у нас зебра, пешеход, где два года назад моя однофамилица Наталья Лазарева, проживающая буквально здесь, рядышком, в Ленинградской, 32, во время летних каникул, переходила дорогу и сбивает машина. ДТП произошло, несмотря на то, что дорога была оснащена искусственными неровностями. Директор школы уверена, аварий можно избежать, если привести переход в порядок. Есть проблемы в освещении этого участка дороги. Ну и естественно, что мы со всеми учащимися, со всеми родителями проводим инструктажи по дорожной безопасности и сотрудничаем со всеми инспекторами с ГИБДД. Общественники признали переход непригодным для эксплуатации. Кусты по обеим сторонам, не дающие осмотреться, отсутствие светофора и плавного спуска на проезжую часть. А также неудовлетворительное состояние автобусной остановки, вынуждающее водителя ссаживать маленьких пассажиров либо прямо на пешеходный переход, либо в траву и грязь. Все эти замечания у НФовцы занесли в чек-лист, который представит в общероссийский отчет. Следующая точка – школа номер 42 на верхней террасе. И опять же, нет здесь доступной среды для перехода инвалидов. Проезжайте, проезжайте. Проезжайте для инвалидов. Ну и естественно. Так что надо будет обратиться в соответствующую структуру и узнать, почему же так вам здесь сделано. Половина перехода упирается в бордюр и далее в газон, а другая выходит на то, что раньше было тротуаром. Разметку на дороге к первому сентября не обновили. Остановка находится в том же состоянии, что и в предыдущей школе. Дорожное полотно также давно не обновлялось. В первую очередь, это почти во всех школах Горгульянска отсутствие топора типа Т7. Мигающий желтый сигнал – топор. Там привлекает внимание водители и пешеходы на данный участок. Дальше отсутствие на некоторых участках ограждений периглотипы. Далее освещение на некоторых участках на пешеходных переходах. Список недочетов можно продолжать. Полиция пишет предписания и административные протоколы. Сопредседатель регионального отделения Народного фронта считает, что ситуацию с неправильно организованными переходами можно исправить. Составляем чек-лист на данный участок, где указываются все недостатки. Эти все недостатки идут в центральный штаб. Они формируют общую картину состояния дел по Российской Федерации. И, естественно, мы направляем соответствующие запросы в структуры, которые отвечают за состояние данного участка дороги. Далее отчет попадает в руки президенту и прокуратуре. Особенно в тех случаях, когда местные власти не реагируют должным образом. Процесс это, возможно, не такой быстрый, однако, по словам представителей ОНФ, исключительно действенный. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Завтра в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 22 градуса тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправды ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин